Машу Давидову улечили во лжи по поводу колоссальных трат на уход за собой. Всем привет, друзья! Не забудьте подписаться на канал и досмотреть мой ролик до конца. Маша Давидова удивила зрителей разговорами о затратах на поддержание своей красоты. В свое время девушка буквально требовала энную сумму Саши Гобозова, уверяя, что привыкла ухаживать за собой и ни в чем себе не отказывать. Тогда Маша надеялась, что Саша станет спонсором и купит ей дорогую уходовую косметику. К слову, развести Гобозова девушке не удалось. Однако, как заверила сама Мария, то, что она просила Саши, это сущие копейки. Якобы за периметром она зарабатывала столько, что на один лишь уход тратила порядка 150 тысяч рублей. Впрочем, слова блондинки верятся с трудом. По кадрам из недавнего эфира стало понятно, что Маша даже рядом не видела таких сумм. Так, тело девушки выглядит дряблым и покрыто целлюлитом. Кроме того, ноги украшают синяки. Да и в целом, Давидова никак не тянет на роскошную женщину, считает большинство телезрителей. Друзья, хочу вас попросить поддержать мой второй канал и подписаться на него. Погрузитесь в мир увлекательных событий древней истории. Ничего заумного, только самые интересные факты о прошлом. Ссылочка на канал в описании под этим роликом. Обязательно подписывайтесь, жду вас там. Алена Савкина засомневалась, стоит ли ей возвращаться в Москву. Экс-участница Дома-2, гостит в родном Владивостоке. Однако, со дня на день должна вернуться обратно в Москву. Ни для кого не секрет, что Алена вскоре выходит замуж за Илью Семина. Несколько дней назад парень подарил ей помолвочное кольцо на теплоходе, а заявление в ЗАГС было подано больше месяца назад. И, как выяснилось, повода спешить в столицу, по признанию самой девушки, у нее нет. А вот остаться в родном городе, Алену побуждают сразу две серьезные причины. Во-первых, Савкина напугана перспективой оказаться заложницей новых ограничительных правил, введенных в Москве. Девушка в курсе, что в столице закрыты многие бары и ночные клубы, более того, даже обычные кафе. В то время как в провинции пока таких жестких ограничений все же нет. Во-вторых, Савкина хочет наладить бизнес, связанный с поставками вещей из Дальнего Востока в Москву. Ранее девушка уже делилась планами об открытии собственного магазина и теперь впервые озвучила подробности. В сторис Алена рассказала о том, что в Владивостоке есть много магазинчиков с китайской одеждой хорошего качества. Именно такое она планирует открыть в Москве. А пока ей нужно задержаться в родном городе, чтобы понять глубже все тонкости данного бизнеса. Без помощи ведущей Дарьи Пынзарь Лили Емельянова не может соблазнить Евгения Пынзарь. Лили нравится Жене, но он не спешит возвращаться на телестройку. Лили объявила себя парой с Виталием Соколовым, а тайком продолжает общаться с Евгением Пынзарь, приглашая его на поляну. Заселяться Лили не спешит, потому что Ермакова ее предупредила, что Пынзарю не понравится такой поступок. Без помощи Даши Пынзарь Емельянова не может соблазнить Евгения, какие бы открытые платья она ни носила. Мужчина предпочитает наблюдать за ней со стороны и ждет, что она сделает выбор. Даша Пынзарь уговаривает брата своего мужа прийти на проект к Емельяновой и попробовать с ней общаться не только в переписке. Но Женя видит, как Лили в эфирах целуется и обнимается с Виталиком и чувствует себя обманутым. Соколову Лили сказала, как выяснилось в дневном эфире, что прекратила общаться с его соперником, но с чужих телефонов она отвечает на сообщение Пынзаря. Почему же Емельянова так не уверена в Соколове, если уже выяснила, что у него скоро развод в Одессе и в обеспеченном Пынзаре, который приходил к ней на проект, но не дождался четкого ответа. За периметром Лили, безусловно, привыкла выбирать лучший вариант, флиртовать сразу с несколькими парнями, принимать ухаживание от поклонников, следить за борьбой за ее внимание. А на Доме-2 из нее так себе роковуха, еще и со сломанной ногой. Лили завралась, уверен Андрей Черкасов, раскусивший девушку, которая пытается бегать за двумя зайцами. Что же скажет Даша Пынзарь, захочет ли помогать Лили строить отношения со своим родственником? Артем Мартинчик потерял уважение коллектива после того, как принял кольцо, которое ему подарил Давид Манукян, чтобы он сделал предложение Ире Пингвиновой. Ведь парень мог отказаться и решить, что сам примет такое важное решение. Но Артем решил подыграть ведущим и взял кольцо, стал на одно колено. Ира не оценила, но зато оценил коллектив. Никто больше не относится к поведению и поступкам Артема серьезно. Ведь он ничего не делает от себя, только с подачи ведущих. Сам парень все отрицает. Просто говорит, что это удачный момент, чтобы доказать свою серьезность. И еще больше понравится Ире. Но так ли это? Ведь Артем действительно хочет быть на проекте, потому что у него была сложная судьба. И теперь он намерен жить так, как хочет. Как вы относитесь к этому поступку Артема? Кстати, в реальном времени Ермакова и Мартинчика посадили в изолятор. Справедливо ли это, когда тебя сажают в изолятор? Да еще и в такой компании. Радуется Надежда Ермакова, показывая в сториз своим подписчикам улыбающегося Артема. Конечно же нет, разве что новые шкафы тестировались. А так, за что Артему очередное испытание? Оказывается, Ермакова и Мартинчика посадили вместе в изолятор. Теперь им придется провести в карцере сутки, чтобы наконец-то выяснить отношения и поговорить по душам. Разве не этого Надя постоянно добивалась, а остаться один на один с любимым? И чтобы никакие телефоны, коллеги по реалити-шоу, ведущие друзья не отвлекали от заунывных бесед? Пес Жолик тоже загремел со своей хозяйкой в карцер и был лишен свободы. Кто же устроил потасовку и почему участников заперли? Узнаем в эфирах, 7 июля. Но пока остается только гадать, каким образом и с чьей помощью кассинг-директор загнала бедного парня в угол. А Ирина Пингвинова только и удивляется своей наивности, читая последние новости в сети про Артема и его приключения. Тем более, что редакторы задали парню вопрос, и из двух девушек, которым он нравится, Мартинчик выбрал по симпатии Яну Захарову, а не Надю. Ермакова потеряла голову от любви или ей не нравится унижаться перед мужчинами? Очевидно, что Пингвинова теперь уже точно не вернется на проект. В сети появились новости на уровне слухов, что Никита Уманский вернулся на проект. Участник пережил сложную ситуацию, проблемы со здоровьем и зрением. Теперь он намерен строить любовь и реализовываться на Доме 2 снова. Парень уверен, что негативный опыт – это тоже опыт, но теперь его ждет только позитив. Интересно, что же будет он делать на проекте и с кем строить любовь? Напомню, Никита Уманский и Настя Паршина ушли с проекта и жили вместе. У них родился ребенок, но вскоре выяснилось, что ребята в конфликтах и не могут прийти к компромиссу. Из-за разницы интересов и взглядов на жизнь было принято решение расстаться. А после всего этого Уманский загремел в больницу с микроинсультом. А сейчас, по слухам, снова решил попытать счастье на Доме 2. Глеб и Кристина признались друг другу в любви. Лисковец и Малмыгин счастливы вместе, живут в отдельной комнате и строят полноценные отношения. Девушка призналась, что почувствовала себя очень комфортно и гармонично рядом с парнем. Он тоже. Теперь у них полная идиллия и зона комфорта, которую оба так искали. Судя по тому, что Кристина при каждой удобной возможности говорит, что любит Глеба и не скрывает своих эмоций на свиданиях, можно сказать, что действительно она нашла то, что искала. Неожиданно молодой Глеб тоже стал очень взрослым и серьезным. Может быть, это настоящее чувство? Как вы относитесь к этой паре? Пишите свое мнение в комментариях. У Натальи Раинашвили случился сильный срыв. За периметром Наташа от души отхлестала полотенцем свою дочь Настю. Женщина рассказала в своем инстаграм. «Когда мы оказались с Настей за периметром, у меня случился срыв. Я прям хватала ее за волосы. Возможно, даже агрессивно себя вела. Но у меня не было сил контролировать свои эмоции. Видимо, на проекте я сдерживалась. А как только вышли, все, что накопилось, охлынуло из меня. Думаю, я вообще забаррикадировала ее в ванной и отхлестала полотенцем. Столько обиды было во мне, и все это я высказала. Почему ты не защитила меня от Глеба? Почему не встала на мою сторону? Почему молчала? Эти вопросы я повторяла снова и снова своей дочери». И знаете что? Она наконец-то меня услышала. Услышала и поняла. Настя удивилась. «А почему ты раньше мне этого не говорила, мама? А я говорила, но меня никто не слушал. Настя убегала от меня всякий раз, когда я начинала неприятный для нее разговор. А тут, когда я перекрыла ей пути отхода, ей пришлось все выслушать». Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии. ПОДПИШИСЬ!